Мастер-класс от самого учителя года 2017 Светланы Румянцевой. Для участников школы молодого педагога Новополоска это бесценный опыт и возможность пополнить свою копилку знаний. Сегодня по работе с текстом. Даже несмотря на профиль, тематика нужна и важна. А на занятия собрались учителя разных предметов. Что важно, все трудятся первый год. Поэтому подобные встречи это не только методическая, но еще и моральная поддержка, а еще стимул развиваться в профессии. Потому что я так само учусь. И не глядячи на то, что я працую уже 30 годов в системе адукации, я учусь и учусь и учусь. У коллег так само. И поэтому то, что я сегодня буду проводить, дети я убачила, дети я прочитала. А так само, ну конечно, нечто свое додала до этого. Хочу сказать, что требует учиться, и учиться николи не поздно. На мастер-классе никаких скучных лекций. Все интерактивные, со сменой форм и приемов работы. Как, по сути, и должен строиться современный урок. Большое внимание и взаимодействие молодых педагогов. Контакты налаживаются в группе и посредством распределения ролей. Поэтому еще один несомненный плюс после встречи – новые знакомства. В целом же, по итогу мастер-класса каждый педагог получит готовый методический продукт, который можно смело использовать в своей работе. Мастер-класс мне нравится. Светлана Леонидовна очень приветливая женщина. Очень интересно была построена ее визитка, ее видеообращение к нам. Также мне впечатляет уровень ее белорусского языка. Это то, к чему я бы хотела спрямиться, так как я учитель начальных классов. И одним из предметов, которые я веду, является как раз-таки белорусский язык. Также ее доброжелательность настраивает на продуктивную работу. Хочется узнавать что-то новое. Я думаю, что действительно есть чему поучиться. Мне нравится смотреть на запал детей. Действительно, я хочу принимать участие в их будущем. И все мы знаем, что профессия учителя заключается в том, чтобы воспитать будущее поколение. И в наших руках как раз-таки вот оно, вот эти вот прекрасные дети. И все зависит от нас. И я хочу принимать участие в будущем нашей страны. И я это делаю вот таким вот образом. Школа молодого педагога действует в Новополске не первый год. В нее попадают все, кто только пришел работать в местную систему образования. Сейчас в ней более 50 учителей-предметников и дополнительного образования, а также воспитателей. На продвижении четырех учебных четвертей новоиспеченных специалистов активно вовлекают мастер-классы, поездки, экскурсии. Все с приставкой, практикоориентированной. Глобальная задача подобной школы – закрепить педагогов на первом рабочем месте. Хотя последние получают бонусов намного больше. Школа существует для того, чтобы у молодых педагогов была возможность эффективного такого профессионального взаимодействия, обмена опытом, чтобы они могли поучиться у опытных педагогов. Школа работает и для того, чтобы у молодых учителей, молодых педагогов была возможность проявить свои интеллектуальные, творческие способности, заявить о себе как о личности, как о педагоге, для формирования их профессиональных компетенций, ну и, безусловно, для укрепления их гражданской позиции и формирования чувства патриотизма, безусловно, также. Анна Ободова, Максим Корольков, телеканал «Звездам».